здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я Вика сегодня вяжем платочек красивый я уже с нетерпением жду результата сама два мотка вот таких вот у меня ниток в 100 граммах 167 метров тут уже девчонки это я просто вам объясняю что у меня вязать буду в два сложения так как платок этот очень воздушный такой крупной вязкой я буду вязать два сложения то есть если посчитать вот допустим если вы купите нитки 180 метров 100 граммах то это будет самое оно а вообще я вам буду показывать сам принцип тут уже не зависит какие нитки не зависит какие спицы просто вы уже свяжете до нужного вам размера любыми спицами любыми нитками значит спицы меня вот они это четверочка я даже не знаю еще где четверка по моему но вязать буду свободно первое что я делаю вот любой платок мы начинаем таким образом набираю 3 петли как обычно делаю тут узелок потом эту ниточку я замаскирую потому как этот платок будет вообще никак обрабатываться так первый ряд делаю первую воздушную петлю вот так вот прям беру захватывает и оставляю ее на спицы вижу все буду вязать лицевыми петлями последняя кромочная изнаночная в начале каждого ряда я буду делать вот эту воздушную петлю то есть тут уже ни лицевой ни изнаночный ряд мы не контролируем мы просто так вот вяжем до нужного нам размера таким вот способом добавляем в начале каждого ряда по одной петли и от этого нижнего угла вяжем вот так вот до того момента пока мы не пока не закончится нитки или пока мы не решим что нам хватит этого платка вот в любом случае какие бы у вас не были нитки какие бы у вас не были спицы если вы будете вязать поэтому этим способом этой системой в любом случае достигните одинакового результата в любом случае это будет косынка и вот так вот продолжаю вязать прям много-много и даже и петли считать не буду ничего не буду делать просто в начале каждого ряда добавляют по петли и вяжу до нужного мне размера вот девчонки постигла мне неудача поэтому у меня будет платочка бактуса потому как закончились нитки вот такой треугольник если у меня там совсем мало остается поэтому я вам покажу как его закончить чтобы были эти завязки вот по тому способу как я показывала в начале каждого ряда мы добавляем одну петелечку вот вяжем до нужного нам размера все 200 грамм не так вот у меня ушло и больше нету поэтому покажу как закончить а вы рассчитывайте на то что не так вам понадобится где-то 400 грамм вот и вяжите до нужной нужного вам размера так значит вот когда вы довязали до петли закрывали закрываем не туго это очень важно потому что потом чтобы не было стянута вот здесь вот следим чтобы все было свободно при закрытии петель прямо так вот вытягиваем петелечку видите что тут свободно она как бы двигалась не не было стянуто и деформировано до конца ряда закрываем все петли вот так вот таким вот образом видите все время контролируем свободно ли у нас здесь как у должно быть не должно быть не должно быть вот так стянуто девчонки смотрите вытягивайте вот когда мы закрыли все петли смотрите мы проверяем оно все тут пружинистая и эластичная вот осталась она у нас одна петля мы берем толстый крючок и вывязываем цепочку тоже свободненько по сути на ту длину которую вы хотите но там на фотографии не знаю сантиметром может 60 на мой взгляд с другой стороны мы тоже сделаем такую цепочку аналогичную то есть считайте петельки допустим если 50 петель то 50 и с другой стороны если 100 то 100 идентичную так вот когда мы в моем случае это хватит потому что у меня мини версия я вот так вот вытащу петлю и оставлю теперь беру с другой стороны и вывязываю такую же цепочку тут у меня придется из ниточки начинать поэтому вот так вот сделаю чтобы нитки не висели и просто туда провяжу и точно такой же длины мы вывязываем еще одну цепочку тут мы ниточку обрежем на самом деле вяжется очень просто девчонки нужно подобрать красивые эффектные нитки и получится красивая вещь подходящая подходит для начинающих очень легко очень легко кто только учится вязать я думаю несложно будет ее сделать тут мы ниточку обрежем закончим заканчиваем тут у нас будет конечно висящая ниточка нам потом придется спрятать и возвращаемся к другой стороне где мы закончили и теперь вот здесь вот мы поворачиваемся и начинаем вязать столбиком без накида тоже свободно контролируем чтобы это все у нас было эластично ни в коем случае не затягиваем и так до конца ряда прямо всю нашу цепочку вот это все нашу наш шарфик сюда мы в наши закрытые петли провязываем этот столбик без накида и до конца прям до конца вот этой второй завязки так вот смотрите видите я провязала прям папа по целом платку в этим столбиком без накида теперь я перешла на вторую завязку видите вот одной одной линией довязываю до конца и вот здесь вот хочу сказать девчонки зависимости от ваших ниток если нетки толстые вы можете вы можете вот так вот одним рядом и успокоиться если хотите эту завязку потолще и поворачиваетесь сейчас я покажу и вяжите еще один ряд закончен там платочек есть ой на фотографии этими как бы бусинами большими можно можно завязать узелочек можно так оставить в принципе без разницы так вот я заканчиваю сейчас нам надо вот эту ниточку замаскировать поворачиваю сейчас покажу вам еще можно так вот повернуться и провязать еще один ряд это в том случае если у вас потоньше нитки даже и у тех ниток которые потолще тоже можно сделать вот такую потолще завязочку мне кажется она даже будет лучше смотреться чем то тоньше она будет лучше падать лучше завязываться это будет не веревочка просто а такое как бы такая поплотнее завязочка то есть это уже на ваше усмотрение как вы это свяжете так вот кстати вот это все еще два ряда или один вот здесь вот можно узелок сделать можно прицепить эту большую бусину заклепку то есть украсить на ваше усмотрение вот кстати вот это все два матка ниток вот видите вот мой конец два матка ниток ушло нам такой маленький платочек поэтому я же говорю 400 грамм ниток нужно сейчас довяжу до вот этого конца нитки и уже вам покажу а вы решите как вы по ходу прям как будете вязать решите как хотите вы такую плотную завязку или хотите такую тоненькую как на этом конце ну на мой взгляд вот лучше вот это я бы поплотнее сделала еще один ряд бы провязала тут можно либо бусину либо узелок завязать на конце вот он наш платок завязки одна и вторая по сути мы его повторили вот если взять на шейку вот так вот тут нитка висит даже такого маленького на шею просто может хватить вот смотрите как раз хватает обвернуть вокруг шеи завязки очень простенькие в обработке начинающие можете вязать а с вами была Вика из школы рукоделия всем пока пока а с вами был я это я сделал который она которую и Продолжение следует...